Всем привет! С вами вновь Андрей Лов и давай что-нибудь поделаем в фотошопе. У нас сегодня разбор ребрендинга утконоса. Итак, ближе к делу. Что нам сообщает газета ведомости? Крупнейший онлайн-магазин продуктов утконос провел ребрендинг, то есть они изменили логотип. Давайте послушаем, что нам об этом говорит непосредственно генеральный директор, либо по-другому гендир, Максим Бахтин. С начала 2000-х годов на логотипе утконоса красовалось одноименное животное утконос. Давайте сразу посмотрим, что у нас было и что у нас стало. Вот, то есть у нас был вариант, это настало. Там еще есть один вариантик, который мы посмотрим, самый-самый архаичный. Итак, первый раз ритейлер обновил логотип в 2013 году, когда решился закрыть розничные точки и сосредоточиться на покупателях со средним и более высокими доходами. Итак, цель ребрендинга привлечь более молодую активную аудиторию, говорит Бахтин. Сейчас основная аудитория ритейлера женщине 35-55 лет. Поясняет он, мы хотим привлекать клиентов с 25 лет. Они же воспринимают старый логотип магазина как консервативный и архаичный, продолжает собеседник ведомостей. Компании, по его словам, желают позиционировать себя как магазин, которому можно доверять, который гарантирует свежесть и качество продукции, и который подстраивается под клиента. Смотрим дальше. Есть у нас показано, что всевозможными они, в общем, тут исследовать занимались. Тут вот самое, что интересно, прочитаю. Сейчас я найду. Так, 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 да, вот. Клюв утконоса очень понравился нашим фокус-группам. Ну, вообще, о фокус-группах еще сам Лебедев говорил, а, как оказалось, новый логотип делает студия. Вот уж от нее никуда не скрыться. Ну, вот, собственно, в его ководство 126 написано, что использовать фокус-группы, чтобы оценить новый продукт, особо бессмысленно. Потребители показывают, что на коробке шоколада должны присутствовать чашка, чай с золотом каемкой, свеча и роза и так далее. И он абсолютно прав. Но тут есть один момент, что если вы когда ссылаетесь на фокус-группу, это наоборот облегчает сдачу работы, потому что клиент начинает сомневаться, а вы ему говорите, ну вот же, фокус-группа сказала, что им нравится. Ну, как вы его убеждаете, это как фактор продажи именно для клиента. То есть в дизайне это плохо, но если вы хотите быстрее свою работу продать, то фокус-групп на самом деле это хорошо. Но продолжаем. Тут вот интересно, что у нас, ну тут прибыли говорят, какие в каком году. Посмотрим, что тут внизу написано, вот, утконос в 2016 году стремительно теряет долю рынка. Выручка снизится более чем на 20%. То есть, понимаете, видимо поэтому они решили что-то видоизменить. Ну и в конце мы дальше что-то дойдем. Тут есть генеральный директор, как я понял, компании iGoods. Он сказал, с его точки зрения, в чем проблема этого ритейлера. Но давайте переходим непосредственно теперь к тому, что же сделала студия. Ну, оценим, что вообще было, что стало. Итак, был логотип до 2013 года. Такой утконос. Ну, он действительно, вот это как раз такое, знаете, представление о логотипах. Вот, наверное, с 90-х по, наверное, конца 2000-х. То есть, что такое более реалистичное, попытка сделать оля Дисней, много эффектов и так далее. Ну, потому что тогда по-другому не воспринимали визуальные ряды, графику. И вполне себе на тот момент, наверное, смотрелось хорошо. Но вот графический дизайн развивается, мыльца развивалась. И вот в 2013 году было принято решение сделать вот обновление, редизайн. Кто же это делал? Это делала у нас студия. Вот он у нас называется Design Depot. Если я правильно прочитал, в общем, неважно. И вот они сделали. С точки зрения это очень классная работа. То есть, здесь все здорово. И вот этот вот прекрасный утенок, утконос по-другому, да, то я говорю утенок. И контура. В общем, можно вот оценить. Это уже хорошо, это сильно. И это, по идее, на точки зрения, что, нам сказал, гендир, было рассчитано на людей 33-35 лет. Опять же, в статье в ведомостях, а я доверяю ведомостям, я вообще верю всему тому, что пишут в интернете, средний чек людей, которые покупают в утконосе, там от 3000 до 5000. Ну, это как раз самая целевая аудитория. И вот они почему-то решают все это поменять. Ну, наверное, потому, что они начинают терять свою долю рынка. И что нужно сделать? Конечно же, нужно изменить логотип. Новый визуальный ряд потратит деньги. Также тут еще в ведомостях написано, что на вот этот редизайн они потратили не более 10 миллионов рублей. Сейчас, чтобы я вам туда не соврал. Вот, инвестиция в ребрендинг, по словам Бахтина, не превышает 10 миллионов рублей. Ну, всего лишь. Но, опять же, 10 миллионов это не только на разработку, это чтобы обновить все вот эти вот площади, все переклеить и так далее. Но до конца дойдем. И, с моей точки зрения, все было хорошо. И тут в бой вступает у нас студия Артемия Лебедева. Ну, как же без нее никуда не деться, как не редизайн, так вот, пожалуйста. Давайте сразу посмотрим, на сколько эта работа сделана. Она сделана за 38 дней. Вот, просто сразу в конце я посмотрю. Можете посмотреть исполнителей. Но теперь давайте переходим непосредственно к самой работе. То есть, кликаем и начинаем смотреть. Пошли сразу с процесса, потому что хочется оценить потом, видите ли вы подвох. Итак, вот у нас вариантики пошли, какие-то разные. Но я их не буду оценивать. Тут есть что-то, посмотрите, что-то хорошее, что-то плохое. Нам все равно интересен не сам путь. Нам интересна конечная работа. То есть, мы сравниваем, мы ее оцениваем. Также мы ее сейчас с вами быстренько нарисуем. Вот, вариантики пошли. Вариантики, ну, вот это вообще прям шикарный огурец с раздавленной помидоркой. Вот он прям бы идеально смотрелся. Вот тут уже пошла вот интересная мысль. Запоминайте. То есть, вот я потом... Насколько вы вот вглядываетесь, сматриваетесь. Вот, хорошо. Вот, хорош такая графика интересная пошла. Подсказку дам. Обратите внимание на шифтовую работу. То есть, на типографику обращаете, обращаете. Идем ниже. У нас еще вариантики появляются. Еще вариантики накидывают. Накидывают, накидывают. И тут уже пошел просто какая-то игра в непонятные цвета. Особенно тут сейчас понравится вариантик. Вот. Ну, вот этот вариант прям идеально. Видимо, на коробках они хотели, чтобы такое смотрелось. Прям роскошно и шикарно. В общем, играются, 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 играются. И тут бабах. Ну, доходим мы до самого низа. Вот, прекрасные привязки. Доходим до низа, до низа, до низа. То есть, вариант, который по-хорошему нам представляют, как некий конечный. Ну, вот что-то в таком духе. И теперь мы сразу же перескакиваем на конечный вариант, который мы оцениваем. Вот все, конечно, начинается с главной странички. Тут у меня большой вопрос к ретушерам, которые делают техническую ретушь. То есть, к этим теням, к этой обтравке, ну, к коже, которая мертвая. Ну, хорошо. Допустим, девушке холодно, хотя вроде солнце светит. Она без шапки. Ну, да ладно. Пропускаем, как есть. Может быть, это стиль такой им так нравится. Но запомните. И тут мы сразу видим, как формулируют студию задачи. Может быть, и для них так сформулировали. Переделывать все айдентику с нуля. Но мы-то знаем, что нужно сделать так, чтобы просто еще цепануть другую аудиторию. Ведь если вы делаете с нуля, получается, вот это отсекаете аудиторию 33-55 лет. Правильная задача, ну, с точки зрения логики Бахтина, это мы должны сохранить тот сегмент, который уже у нас покупают, и расширить его. Но здесь пишут, что надо сделать с нуля. И тут, опять же, любой редизайн можно расценивать по двум направлениям. Первое, просто как работа, как сделана с нуля. И второе, с учетом истории. Вы знаете, что я люблю всегда с учетом истории. Я буду и так, и так рассматривать. Итак, утконос – крупнейший интернет-гипермаркет, доставляющий продукты по Москве и Московской области. Что же тут у нас сделали? У нас есть шифтовая работа утконос. С двоеточием почитаем, что это означает. У нас есть, собственно, утконос. Первый вариант. Конечный вариант. Первоначальный вариант. Первое. Почему появились заглавные буквы? Ну, был обычный строчный набор. Нет, сразу заглавный. Скорее всего, настоял клиент. Был клюв, который, ну, больше похож на клюв вот этого утконоса. По крайней мере, хоть какая-то была преемственность предыдущего. Здесь у нас получается другая фигура. Ну, вы хоть здесь бы, ну, сделали вариант, что, ну, вот мы сами до этого дошли. Потому что это смотрится так, что вот студия сделала какой-то свой вариант, а потом на нее посмотрел клиент и говорит, нет, а мы теперь им хотим сделать вот так. И в процесс это не было внедрен. То есть вот конечный результат процесса, и вот то, что получилось. Сама студия обычно когда презентует, в конце уже показывает готовый логотип, как бы по процессу, по процессу. Раз, мы получили, теперь его дальше уже вот нет презентации. Вообще непонятно. И давайте сразу мы быстренько с вами векторизуем, чтобы вы просто смотрели, как он строится. Сразу скажу, что насколько быстро делается знак, это не говорит, что хорош он либо плохой. Потому что к этому знаку можно идти в плане идей, там, не знаю, 2 дня, неделю, 10 дней. А то, что он там рисуется, сейчас мы его нарисуем за минуту. Ну и что? Давайте, значит, делаем print screen. Давайте вот здесь print screen сделаем. Создадим холлс, ctrl-v вставляем. Здесь у нас давайте делаем выделение, преобразовывается в смарт-объект, ctrl-t, растягиваем и уменьшаем. И рисуется все очень-очень просто. Берется инструмент, прямоугольник. Вот он со скругленными углами. Делается, собственно, всю ширину. Теперь здесь делаем максимальное скругление, какое-нибудь 900. Видите, у нас скругление по горизонтали. ctrl-t и поворачиваем на 90 градусов. Есть. Совмещаем. Ну и можно от центра просто раздвинуть в края. Вот мы, собственно, с вами получили. Опять идем, ctrl-t, расширяем вот таким образом. Ну и здесь сверху можно поставить. Окно, свойства и все то же самое. Где у нас тут свойства? Вот и ставим опять же на максимум скругления. Вот мы получили, собственно, с вами одну часть этого клюва. Следующее, что мы делаем. Так, а где у меня слои? Я слои, видимо, закрыл. Давайте мы все-таки вернем. Через alt дублируем. И нам теперь нужно сделать с верхней частью то же самое скругление. Окно. Свойства. И ставим скругление. Давайте поставим 90. Вот. Ну почти попали. Надо еще меньше поставить. Давайте поставим 80. Вот. Попали. Идеально. Теперь смотрим два контура. Ну, а один контур можно чуть опустить. Другой контур получается вот этот нижний подняй где-то вот здесь. Ну, чтобы они совместились. Итого, нижний контур мы должны... Давайте здесь поставим нижнюю точку опустим на всякий случай, чтобы они заходили за верхний контур. А в нижнем, нижние точки белый выделили ctrl-t, поднимаем. Ну, как-то так. Да, вот приблизительно. И смотрим, чтобы у нас контуры идеально совместились. Вот они совмещаются. Два слоя, объединяем фигуру и упрощаем. Объединять компоненты фигуру. Есть. Заливаем каким-нибудь цветом. Ну, и опять же, мы еще не делаем самым невектором редакторе на планете Земля. Это фотошоп. Делаем с вами теперь круги. Новый слой. Инструмент. Эллипс. И, собственно, рисуем. Один. Давайте его где-то каким-то цветом зальем. Ну и второй. Через аль дублируем. Вводим правее. Есть. Как-то так. Теперь выделяем папочку. Через shift. Через shift выделяем уже два слоя. И выравниваем на всякий случай. Ну, видите, здесь выравнение получилось. Странно, кстати. То ли я не попал здесь в контур, то ли здесь не выравняты точки. Но неважно. Оставляем так. Ну и нам теперь здесь нужно просто цвета подставить. Давайте подставим какой-нибудь красивый цвет. Здесь разгруппируем. И определим здесь цвет черный. Черный цвет. И окончательно давайте здесь поставим с вами фигуру белую. В самом невекторном редакторе. Кликаем в control. Делаем кадрирование. И окончательно давайте все это теперь делаем по центру. Вот такой знак мы получили с вами. Давайте мы его с вами сохраним. Откроем в иллюстраторе. Alt-F9. Воспользуемся экшеном. Сохранение в PSD. Alt-F9. На рабочем столе у нас должен с вами появиться. И загружаем в иллюстратор. Сохранение векторных данных. Вот мы получили с вами вот такой вот логотип. Ну, точнее, знак. Его можно использовать. Ну, давайте переходим. Теперь уже непосредственно к разбору. Что же я тут хотел сказать. Значит, по мнению студии, по мнению господина Бахтина, вот этот вот логотип должен зацепить у нас аудиторию новую с 25 лет. И вот они начнут покупать со средним чеком 3-5 тысяч рублей. Я вообще не понимаю, почему бы не спуститься ниже, почему бы сразу не захотели цеплять, например, 16 лет, либо с 18 лет. И тут я сразу дам совет. Я уже подготовился, конечно. Вот дальше. Если все-таки захотите освоить, что нужно сделать? Первое. Вы обязательно должны добавить цветные волосы на логотип. То есть что-то розовое с зелеными прядями. Это обязательно работает. Следующий момент. Татуировки. Молодежь любит татуировки. Поэтому если вы что-то добавите, не важно, что вы нарисуете, еще если вы совместите с точками, с клювом, прям будет отлично. Ну и, конечно, все это вы должны полирнуть оксимироном. Он точно всех спасет. И все девушки будут ваши, все мальчики, там, раунд, все остальное. Вот вам концерт. Я его быстро накидал. Хотя фактически можно за конечный логотип все это выдавать. Учтите, если будете спускаться до аудитории, там, ниже, там, уже 16-18, будет идеально работать. Ну и переходим теперь к тому же, что сделала студия. Итак, мы посмотрели, что уже с процессом и конечный логотип особо не связаны. В знаке мы показали самого утконоса. Ну да, прям очень показали. Идеально видно. Есть и глаза, яркий желтый клюв. Ну, глаза где? Клюв вот. Вот это глаза или здесь глаза? Непонятно. Форма клюва образована из заглавного латинского у. Ну, если бы вы не написали, конечно, бы это никто бы не понял. Тут я сразу скажу оговорку, что если бы я бы это рассматривал без применения к истории, вот сам знак и сама работа, и все, что есть, это хорошо. Но с учетом истории мы сейчас посмотрим. Я настаиваю на том, что вот это просто не имеет никакого значения. И почему-то считается, что вот этот визуальный ряд зацепит людей 25+, а то, что тут уже было и просто это по-другому преподать, якобы не зацепит. Дальше я уже свои вариантики там накидал, в фотошопе посмотрим. Двоеточие в логотипе это самое потрясающее. Символизирует начало перечисления, когда после логотипа идут слова или картинки, получается целое законченное высказание. Ничего подобного. Это выглядит беспомощно, так как вы, получается, в знаке дублируете два одинаковых графических элемента. Ну, это просто, ну, это один из самых слабых решений, которые только можно сделать в графике, когда вы не знаете, что сделать, вы просто дублируете одно на другой части вашего логотипа, либо вашей работы. Это выглядит беспомощно. О том, что это двоеточие перечисления формирует, но как минимум онлайн гипермаркет не является перечислением. Более того, это выглядит как рожица, которая фактически дублирует вот этот вот нос. Потому что если мы опять же все это возьмем и развернем, то однозначно будет считываться фактически тот же самый знак. Вопрос, почему вообще можно было бы даже пойти чисто по этому пути. Вот, это уже смотрится. Ну, можно тут еще точки поставить вполне себе. Кстати, есть какой-то даже бренд, который так выглядит, я не помню, что-то с туризмом связано. И вот вот такой нам показывают газель, которая будет ехать. Забавно, что отрезая вверху вот эту вот часть скругленную, вы фактически убираете понимание, что это является клюв утконоса. Это выглядит как скорее язык проколотый. Для того, чтобы вот это вот считывалось, тем более, ну, опять же, это вот тотальное скругление, оно как раз проигрывает вот этой вот форме. Здесь особенно вот вверху, то, что мы посмотрели, почему я говорил, чтобы внимание обратили, вот эта форма куда интереснее вот эта. И она куда больше похожа на вот этот клюв. Вот он. Зачем вы это скруглили, кто на этом настоял, непонятно. То есть вы сами испортили графику, которая у вас была в процессе. Ну, типа того вот нам предлагают. Тут канос, здесь перечисления, на зеленом фоне, хорошо. Опять же, еще забавно, что здесь они пишут ВВВ, в, собственно, сайте, куда они собираются людей загонять. Да, вот где-то тут был у нас, а нет, где-то выше. Да, вот, например, ВВВ, но там еще кто видел. То есть это как будто разный дизайн работали. Здесь ВВВ нет. Я тоже убежден, что ВВВ перед сайтом стоять не должно. Паттер, ну, хороший, наркоманский, все классно, выглядит интересно. Но тут уже сразу хочу вот показать сравнение. Вот у вас есть такая машина. Ну, вроде как, ну, обычно. Вот мне вопрос хочется задать. Вот у вас был вот этот прекрасный вот конос. Почему просто, кстати, вот этот шрифт, о котором мы сейчас будем дальше говорить, в руководстве запомните, шланга, или шланг его по-другому можно назвать. Вот у вас едет две машины. И там, кстати, сам Бахтин говорил, что, собственно, мы этого утенка или утконоса, мы его никуда не убираем, мы будем использовать. Вот почему вам просто то, что у вас есть уже крутое, сделано классное, другими дизайнерами не использовать? И тот же самый утконос, ну, почему бы вот не ограничиться, вот если вы хотите сделать какой-то немножко там редизайн, как бы облегчить, ну, сделаете вы просто шрифтовую работу, поставьте две точки, которые бы как раз были вроде бы, может быть, как нос, и увеличить самое главное, самое важное. То есть едет машина по улице, вот эта машина и эта машина, ну, вот эта машина выиграет просто по восприятию, то есть по привлечению внимания, ну, в разы. Ну, это, в принципе, любой контент, иллюстрация, фотография, если она хорошая, правильная, всегда выиграет, это просто текстового набора. Поэтому для меня это очевидно, хотя в комментариях вы можете написать. Это уже первое сравнение, где вы можете указать, за что бы вы проголосовали, за первое, либо за второе, то есть по машинам. Дальше. Ну, мы сейчас до этого дойдем, раз уж я, видите, уже показал. Вот они, пакеты. Вот именно так пакеты предлагают брендироваться в новой вот этой вот айдентики, в новой стилистике. Вот я, вы хоть убейте, вот меня, вот просто первое, что в голову пришло, я просто сделал по центру. Утконос, онлайн гипермаркет. Внизу утконос, если мы говорим о некем сайте, пусть он так и будет, можно в виде даже кнопочки оформить. И вот этот вот прекрасный утконос, который нас призывает к нему обратиться. Ну, вот сравните вот этот пакет вот с этими двумя, потому что я здесь сохранил, чтобы вы здесь видели вот эти вот логотипы. Ну, опять же, это уже второе голосование. Вы можете проголосовать. Ну, вы какой пакет бы хотели бы увидеть вот у себя в руках? Какой пакет вам просто даже нравится элементарно? Я еще раз говорю, что контент всегда будет выигрывать вот таких вещей. То есть это, ну, просто бессмыслица какая-то, какой-то провал. Мне вот это, ну, то есть по отношению к тому, что было, вам не надо было делать новое. Вам нужно то, что у вас уже имелось, просто по-другому переосмыслить. Я вот, например, таких пакетов не видел. Такой машины я не видел, где вы бы как раз бы весь дизайн строили вокруг, самого главного, это вашего вот этого контента. Ну, нет. Ну, это я такие галочки все это поставил опционально. Это, как бы, опять же, не конечный дизайн. У меня было полчаса, чтобы я все это накидал. Дальше. Переходим в самый конец. Тут уже, наверное, говорят, привязки. И вот тут как раз мы видим, что они между собой, ну, не взаимодействуют. У нас утконос в отдельном месте. Здесь у нас цена. Вот знак рубля, насколько же он ужасно смотрится. Этот кривый ужасно, просто невероятно. Здесь у нас вот как все это будет делаться. Тут такой момент, что вот если после строения запятой нет, то здесь после дом 7 не должна быть запятая. Так у вас идет здесь Москва и здесь. Ну, это к тому, что я все это просмотрел. И сама студия говорит, что это очень важно, но при этом в своей же презентации делает такие меня ошибочки. Ну, конечно же, желтая кружка, конечно, здесь будет именно такой референс образовывает на, точнее, рефлекс на белой бумаге. Ладно, мы верим дизайнеру. Такую полиграфию никто никогда печатать не будет. Никогда вы не увидите визитку с такими вот проколами. Это просто исключительно до презентации. Ну, здесь визитка, конечно, слилась фоном. Ну, то есть уже дизайнер технически, он вообще особо не парился. Как все это сделать? Это все вот искусственная вещь. Никто так в жизни печатать не будет. Вот никто. Поэтому заморачиваться не будет, потому что для этого нужно целый выделять бюджеты, чтобы вот именно так получилось. Все забьют и сделают обычную, стандартную, оффсетную печатью. Вот эту вот просто штуку, желтую, и здесь у вас просто будут надписи. Зеленый цвет, который они используют? Ну, хорошо. Они взяли какой-то травяной цвет. Я все-таки вот показал, я бы стремился к чему-то более, более именно естественному, природному, что-то связанное с зеленью, потому что этот цвет, он уже тяготеет к болотистому цвету. Здесь это уже такой какой-то лайм, зеленый, приятный. То есть я бы такой бы цвет точеч не оставил. Это уже чисто мое восприятие. Ну, понравилось и понравилось. Дальше вот мы как раз переходим к фирменному стилю. Что же у нас здесь? Ну, вот у нас есть наш логотип, у нас есть на английском языке. Вот опять же не ясно, почему все-таки сделано это на... За главными буквами, за главными буквами, даже потерял дар речи. Еще такой момент, посмотрите. Здесь, ну вот, вот тире у нас, где-то оно здесь, по-моему, скачет. Я его смотрел. Видите, оно здесь не по центру, но оно здесь почему-то напрашивается. Может быть, чуть ниже опустить к букве N. Видите? То есть N, N может быть, прям сделать штрих вот здесь бы опустить. Вполне возможно, было бы красиво. Но, ладно, оставили, оставили. Потому что этот уже, если верхний шрифт был нарисован, то нижний просто как раз взят из основного, который предлагают использовать. Здесь серийный цвета желтый, 22-100-0 под смик, здесь у нас черный. Это очень спорный момент, потому что здесь фактически нам предлагают... Ну, здесь придется треппинг всегда делать. Здесь логичнее было бы как раз сразу указать цвет с оверпринтом. То есть, чтобы он был там, опять же, 22-100-100, а не просто чистый кей-колор, то есть в одну краску. Ну, это спорное решение. Я бы так точно не стал бы делать в полиграфии. Я, скорее всего, думаю, так и делать не буду. Там печатники все равно будут в режим умножения это ставить. Ну, да ладно. Ну, и вот зеленый 80-0-100-0, все, что от 80-100 идет по циановой краске, тут же стремится к болотистому цвету. Я бы однозначно опускал бы до 65-60, то есть что-то такое делал более приятное. Ну, и вот в конце такие ребята расслабленные. Это, опять же, помните про станиц? Ясно, один дизайнер, другой программист. Ну, давайте проголосуем. Ну, я однозначно думаю, что вот этот дизайнер такой, да, этот программист, что мне еще ходить сегодня? Почему я на эту картинку хочу обратить внимание? Я когда увидел, ну, вверх я вам сказал, что здесь особо не парился ретушер по картинке и внизу. Я когда еще увидел, думаю, это что, серьезно что ли? Ну, как всегда, я зашел ее, да, мы сейчас до этого дойдем. Ну, первое, это сразу же можно оценить, поджав кривые, то есть вот эти вот все вещи, что особо тут тоже по обтравке не парились. Ну, да ладно, все, меня удивило вот это вот желтое. Я такой думаю, это что, правда что ли? Ну, в чем проблема? Посмотрите в интернете как референс. То есть дизайнер, ну, как бы есть разные системы тонирования. Есть самые простые, чтобы, знаете, какой концепт тонирования. То есть просто взять цвет в режим умножения, либо цветность, и вы получаете вот, ну, однотонную заливку. Но в жизни так цвета не формируются, у вас тени всегда будут где-то теплыми, где-то холодными, где-то более желтые. То есть, ну, есть правила хорошей тонировки, и это просто ужас. Невероятно. Причем дизайнер настолько был ленивый, что он затонировал здесь в том числе эти кончики, где-то он вообще просто тестер, потому что ему здесь пришлось, видите, вытирать, то есть из-под маски он даже вот эту вот штуку не вырезал. То есть он это делал не пером, а ластиком. И вот эти вот тоже металлические части, которые, разумеется, стали металлические, никуда они не делись, их нужно было делать металлические, может где-то рефлексы прорисовать. Все просто под одну гребенку затонировало. Я, конечно, просто посмеялся. Он, то есть, как вы в своей же презентации полный трэш какой-то творите, вы там пытаетесь кого-то учить техническому дизайну, вы сами-то чего делаете-то посмотрите. Ну, просто вообще стыдоба. Еще теперь я хочу сказать вот по поводу графичности. Я недавно буквально увидел вот такой тоже как бы, ну, это не то, что тоже ребрендинг, но вот всегда дочки и сыночки, то, что я видел в магазинах, вот этот вот логотип. И тут я недавно увидел в какой-то точке, проходя имя, вот такие вот знаки. Это к тому, что одно дело, когда вы что-то под современный мир меняете, делая более графичными, да, какие-то вот части. Ну, а очевидно, что вот эти вот две рожицы, они более графичные, чем эти. То есть, это более полноценная иллюстрация с каким-то, может быть, сюжетом, да, но это чисто как такие, знаете, ну, как стикеры, да, вот как элементы, которые можно использовать в наружной рекламе. Они смотрятся очень круто, поэтому вот это сфотографировал и использовал. То есть, вот это имеет смысл в плане переосмысленения. Но вот это вот, то есть, вот использовать, вот, то есть, убивать хорошее, а это, причем вот этот вот утенок, этот утконос, он до сих пор выглядит очень круто, это очень классно нарисованная иллюстрация. Она простая, она понятная, она очень крутая по восприятию. Ну, и зеленый цвет вполне возможно, кстати, отсюда брали, но все равно это спорный момент, можно было бы переделать. Зачем все убивать? Неясно. То есть, это было лучше, чем этого. Вы, опять же, в комментариях в конце, вы сможете проголосовать. То есть, я просто бы ничего вот этого делать не стал. Ну, и в конечном итоге, чем я хочу закончить этот ролик? Я хочу все-таки прочитать то, что напишет в конце директор утконоса. Так, 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 что же он тут пишет у нас? Где тут это написано? В общем, здесь он пишет, что, да, вот, существенное ограничение утконоса в доставке на следующий день. Это нам как раз пишет управленец, ну, конкурентов, да, iGuts, если я так понимаю, ну, или какой-то другой студии, что, да, вот, Григорий Кунис, управляющий сервисом iGuts. Именно это является существенным препятствием в заказах продуктов на дом. Люди, тем более молодые, не готовы ждать продуктов более четырех часов. Тогда им просят сходить в магазин. И вот господин Кунис, ну, молодец какой ты! То есть, он как бы говорит, что ваши проблемы в рынок теряете не потому, что у вас плохо визуально, потому что вы не понимаете, что нужно клиенту, что если вы везете товар на следующий день, он именно об этом говорит, что утконос работает, он привозит товар на следующий день, заказ. Только зачем человеку ждать сейчас, он просто пойдет и купит в магазин? И вместо того, чтобы налаживать бизнес-процессы, понимать, что нужно для аудитории, как сделать так, чтобы товар либо услуга была востребована вот по текущей реалии, нет, давайте мы лучше просто возьмем и сделаем какой-то новый знак. Именно он должен привлечь внимание на аудиторию. И именно этот знак понравился вот нашей фокус-группе. Это потрясающе. То есть в очередной раз есть некая логика, здравый смысл со стороны вот Григория Кумица. А здесь у нас господин Бахтин, который, а давайте вот на веселе что-нибудь такое сделаем. Ну там не более 10 миллионов потратим. Ну потратили. Вот такой сегодня получился ролик. То есть с моей точки зрения, если мы рассматриваем эту работу студии, вот просто как если бы не было бы истории с нуля, я бы сказал, да, хорошо, зачет. Ну опять же, может быть, с какими-то там минусовыми оговорками, исключительно подпадает чувство вкуса. Но если мы рассматриваем, исходя из истории, то, что уже есть у компании, у компании есть уже значительно сильнее реализация, что же сделала студия. И нужно было думать не о том, как из утконоса сделать просто какой-то клюв, либо что-то еще. Нужно было думать о том, как сделать так бизнес-процессы, чтобы они были актуальны, в том числе 25-летним людям. Ну а еще, может быть, 16-летним, не забывайте, я вам дал целое направление. Ну и в комментариях вы, как всегда, можете указать. И также в группе ВКонтакте будет опрос, какой вариант вам нравится. Ну давайте вот на машинах посмотрим, соответственно, и, например, на пакетах. То есть, если вы считаете, что вот этот старый визуалят, может быть, с какими-то небольшими доработками, либо такой версткой лучше, то ставьте цифру 2. Цифра 1, относительно того, что мы сейчас начали разбирать, вот цифра 1, это новое, то, что сделал студия Лебедев, то, что сделал господин Бахтин, они вместе это все сделали. Ну а цифра 2, то, что лов отставит, что что было, это было лучше, и просто это достаточно было видоизменить, нести какие-то корректировки, и можно было получить значительно лучший визуальный ряд, чем то, что получила сейчас студия. Итак, еще раз, цифра 1, это за текущий логотип, который мы сначала разбирали в студии Лебедева, и цифра 2, за тот вариант, который уже был у Отконоса, с небольшими правками. Можете голосовать, писать свои комментарии. А на сегодня это все, с вами был Андрей Лов, но давайте я еще сделал объявление, что в выходные, ждите, будет ловный приговор номер 2, будет интересно, только уже будет с положительной оценкой, я поговорил с... Ну, дождитесь субботы, все будет. На сегодня это все, с вами Андрей Лов, всем пока!